В Даугуплсе, несмотря на ряд действующих ограничений на проведение спортивных мероприятий и тренировок, продолжается модернизация спортивной инфраструктуры, направленная на улучшение условий для занятий спортсменов. Этот процесс происходит сбалансировано, думая о различных видах спорта, а также о физическом здоровье жителей города. Долгие годы в Даугупском ледовом дворце использовалось освещение, которое со временем устарело. Для его улучшения и повышения энергоэффективности зала недавно была начата установка LED-светильников. Это новое освещение в будущем идеально подойдет для ледового холла, так как имеет четыре режима работы. Оно может работать в стандартном и экономичном режимах, а также в режимах мероприятий и при специальном освещении, когда в ледовом дворце проводят съемку телевидения. Этой весной национальной спортивной базе «Локомотив» было установлено новое звуковое оборудование, которое обеспечит качественное звуковое сопровождение событий в соответствии с требованиями соревнований. Комиссия управления спорта проверила установленное оборудование и дала положительную оценку, отметив, что оно работает очень качественно. Новая аппаратура уже приведена в рабочее состояние и может быть использована в домашних гонках спидвейного клуба «Аптибет Локомотив Даугупилс» во второй польской лиге. В Даугупилсе продолжает развиваться баскетбольное движение 3х3, поэтому для популяризации этого вида спорта в ближайшее время будет приобретена уличная баскетбольная площадка 3х3. Это поле будет иметь покрытие, соответствующее стандартам ФИБО, портативные конструкции баскетбольных колец и электронное табло. Само покрытие разместят рядом с Даугупицкой средней школой номер 13 у манежа легкой атлетики, что в свою очередь улучшит местную спортивную инфраструктуру. Стоит отметить, что мобильные баскетбольные корзины можно будет использовать во многих местах проведения мероприятий, например, на площади Единства. Планируется, что в ближайшее время база грибного спорта, расположенная на улице Стропу 40, будет передана на баланс управления спорта. Здесь в настоящее время продолжается благоустройство территории спасательной станции. Для этой спортивной базы закуплены новые тренажеры, дополнительное оборудование, а также произведен внутренний ремонт. Обновленная спортивная база сможет и дальше служить городским спортсменам для улучшения тренировочного процесса, а также поддерживать форму сотрудников спасательной станции. Несмотря на то, что в сфере спорта все еще существует множество ограничений, Даугупилское управление спорта надеется, что очень скоро каждому будет предоставлена возможность беспрепятственно использовать спортивную инфраструктуру города для тренировок, посещения мероприятий и активного отдыха. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.